Здравствуйте, ребята! Сегодня мы с вами продолжаем работать над составными задачами. На уроке мы с вами познакомимся с составными задачами, состоящими из простых задач, на нахождение числа на несколько единиц меньше данного и на нахождение суммы. Для этого мы сначала с вами проверим устные вычислительные навыки. Сколько пальцев на двух руках? Сколько хвостов у восьми кошек? Сколько лап у одной собаки? Каким по счету днем недели является суббота? Какое число больше восьми на один? Для того, чтобы вы смогли узнать, правильно вы ответили на вопросы, для вас есть самопроверка. Молодцы, если вы все сделали правильно. Дальше я хочу, чтобы вы среди всех предложенных задач нашли составную задачу. Мы уже знаем, чем простая задача отличается от составной. Дедушка поймал пять карасей, а внук на два карася меньше. Сколько карасей поймал внук? Мы с вами сможем сразу узнать на поставленный вопрос задачи, потому что сказано, что внук поймал на два карася меньше. Поэтому эту задачу мы решаем действием вычитанием. От пяти отнимаем два и получаем три карася поймал внук. Дедушка поймал пять карасей, а внук два карася. Насколько карасей меньше поймал внук, чем дедушка? Нам известно, что дедушка поймал пять карасей, а внук два. Чтобы сравнить два числа, нужно от большего отнять меньше. Поэтому, чтобы узнать, на сколько карасей меньше поймал внук, мы должны от пяти отнять два. И получаем на три карася меньше. Дедушка поймал пять карасей, а внук на два карася меньше. Сколько всего карасей поймали? И дедушка, и внук вместе. Мы не можем ответить на главный вопрос задачи. Почему? Нам неизвестно, сколько карасей поймал внук. А мы можем узнать? Да, можем. Потому что сказано, что внук поймал на два карася меньше. Как мы узнаем, сколько карасей поймал внук? Мы должны от пяти отнять два и получаем три карася. Когда мы узнали, что три карася поймал внук, сможем ли мы теперь узнать, сколько всего карасей поймал и дедушка, и внук? Да, сможем. Мы к пяти прибавляем три и получаем восемь карасей, они поймали вместе. Мы с вами на прошлом уроке работали над составной задачей. Чем похожа была задача на прошлом уроке и на этом уроке? О том, что нам было известно, сколько шариков на первой проволоке. Сегодня мы также не знаем, сколько шариков было на второй проволоке, но нам сказано, что на три шарика меньше. Сколько всего шариков на двух проволоках? Сможем мы сразу ответить на поставленный вопрос задачи? Нет, не сможем. Для этого нам неизвестно, сколько шариков на второй проволоке. А сможем мы узнать, сколько шарика на второй проволоке? Да, сможем, потому что нам сказано, что на три шарика меньше. Что значит на три? Это столько же шариков, сколько на первой проволоке, но без трех. Поэтому в этой задаче первое действие будет от десяти отнимаем три и получаем семь шариков на второй проволоке. Чтобы узнать, сколько шариков было на двух проволоках вместе, мы к десяти шарам, которые были на первой проволоке, прибавляем семь шариков, которые узнали на второй проволоке и получаем всего 17 шариков. Это задача составная, так как мы сразу не смогли ответить на поставленный вопрос задачи. Мы дальше с вами будем упражняться в решении таких составных задач. У вас в учебнике на страничке 63 есть задача про карандаши. В первой коробке было 6 карандашей, во второй коробке на 2 карандаша меньше. Нужно узнать, сколько всего карандашей было в двух коробках. Для того, чтобы составить краткое условие, мы выделяем главные слова в условии задачи. Что обозначает число 6? Это было в первой коробке, мы обозначаем римской цифрой 1. Что обозначает число на 2 карандаша меньше? Это было сказано про вторую коробку, и мы вторую коробку обозначаем римской цифрой 2. Чтобы в кратком условии показать, сколько всего карандашей вместе было в двух коробках, мы применяем фигурную скобочку, которая объединяет у нас первую и вторую коробку, и ставим знак вопроса. Сможем ли мы сразу узнать, сколько карандашей было в двух коробках? Нет, не сможем. Нам для этого неизвестно, сколько карандашей было во второй коробке. А как мы узнаем, сколько карандашей было во второй коробке? Мы от 6 отнимем 2. Почему мы отнимаем 2? Потому что нам сказано, на 2 карандаша меньше. Итак, мы с вами узнали, что во второй коробке было 4 карандаша. Когда нам известно, что в первой коробке было 6 карандашей, во второй коробке мы узнали 4 карандаша, сможем ли мы узнать, сколько всего карандашей было в двух коробках? Да, сможем. Для этого мы к 6 добавляем 4 и получаем 10 карандашей было в 2 коробках. Вот так оформляется краткая запись в тетради составной задачи, решение задачи и ответ 10 карандашей всего. Как же можно записать выражением решение составной задачи? Мы смотрим на последнее действие. Число 6 это было данное количество карандашей в первой коробке и мы его записываем. Число 4 было неизвестное число, но мы его находили. Мы от 6 отнимали 2, потому что было сказано, что во второй коробке на 2 карандаша меньше. Поэтому разность этих двух чисел мы записали в скобках. И когда мы вычтем значение этого выражения, мы также получаем 10 карандашей. Значит, с остальной задачей мы можем оформлять письменно как по действиям, так и выражениям. Посмотрите внимательно на выражение. Мы сейчас должны с вами определить, сколько единиц мы добавляем и вычитаем каждому числу. Например, 8 плюс 2 и плюс 4. Всего к 8 нужно добавить 6 единиц. Мы складываем по частям. Сначала прибавляем 2, добавляем до десятка, потом добавляем 4 и к 10 добавить 4, получается 14. Значит, к 8 прибавить 6, мы получаем 14. Только мы складывали по частям. К 6 прибавить 4, прибавить 3. Всего к 6 нужно прибавить 7 единиц. К 6 мы добавляем 4, получаем десяток. К 10 мы добавляем 3, получаем 13. Всего к 6 мы добавили 7 единиц. К 3 прибавить 7 и прибавить 2. Всего к 3 мы должны добавить 9 единиц. Как мы будем добавлять? Мы обязательно дополняем до числа 3 таким количеством единиц, чтобы получить 10. И к 10 добавляем 2, получаем 12. Итак, мы с вами еще раз запоминаем, что числа можно складывать по частям. Если от 14 нужно отнять 4 и нужно отнять 2. Мы от 14 отнимаем 4, получаем десяток. И отнимаем 2, получаем 8. Мы с вами вспоминаем состав числа 10 и легко отнимаем от 10 любое однозначное число. От 16 отнимаем 6, отнимаем 3. Всего от 16 нужно отнять 3, 9 единиц. Поэтому сначала мы отнимаем 6, затем отнимаем 3 и получаем ответ 7. От 13 отнять 3, отнимаем 5. От 13 отнимаем 3, мы получаем десяток. И зная хорошо состав числа 10, от 10 отнимаем 5, мы в ответе получаем 5. Всего от 13 мы отняли 8 единиц. Как мы отнимаем? По частям. И первый промежуточный ответ мы получаем десяток, потому что от 10 легко отнять любое однозначное число. Проверьте, прорешайте примеры самостоятельно и проверьте, какие значения выражения у вас получились. Давайте, ребята, вспомним, какие задачи мы решали на уроке. На уроке мы решали составные задачи. В составной задаче можно выделить несколько простых задач. И такая задача решается не одним действием, а двумя или более. И если вам задания какие-то показались трудные, я вам предлагаю вернуться и еще раз их прорешать. А дома самостоятельно решите задачу по номерам 4 на странице 63. Наш урок закончен. Спасибо за внимание. Здравствуйте, дорогие первоклассники! На прошлом уроке мы продолжали знакомиться с жанрами устного народного творчества – потешками и небылицами. Небылицы, веселые песенки, загадки, потешки есть не только у русского народа, но и у народов других стран. Сегодня на уроке мы познакомимся с книгой «Рифмы Матушки Гусыни». Это самая знаменитая и читаемая книга во всем мире. Это английский детский фольклор, собранный воедино еще в 17 веке. С тех пор книга дополнялась и вида изменялась. В нашей стране читатели познакомились с этими произведениями после появления переводов Корнея Чуковского и Самуила Яковлевича Маршака. Хотя они переводили лишь отдельные стихи из этой книги, такие как «Шалтай, болтай», «Человек, скрюченные ножки», «Три смелых зверолов». Самуил Яковлевич Маршак – один из лучших переводчиков зарубежной поэзии того времени. Еще будучи молодым человеком, он смог уехать учиться в Анулию. Его глубоко тронули народные песни, баллады и стихи английских поэтов, и он стал переводить их на русский язык. Откройте учебник на странице 47. Прочитайте, как называется потешка. Правильно, ребята, не может быть. Я прочитаю, а вы послушайте внимательно и ответьте устно на мои вопросы. Не может быть. Когда автор встретил двух свинок, ребята? Правильно, вчера в половине шестого. Могла бы такая встреча произойти в реальной жизни, как вы думаете? Конечно, ребята, такого быть не может. Ребята, я сейчас хочу вам прочитать произведения, которые вошли в книгу «Рифмы матушки Гусыни». Послушайте. Король Пипин. Король Пипин был очень мал, но выстроил дворец. Из торта стены заказал, а крыша – леденец. Из пастилы сложили печь, и был дворец готов, а от мышей его стеречь приставили котов. Ребята, ответьте, пожалуйста, на вопрос. Стены. Король Пипин заказал из чего? Правильно, ребята, из торта. А крыша была, ребята, из чего? Совершенно верно, из леденцов. А от кого приставили котов стеречь дом? Совершенно верно, от мышей. Следующая потешка. Я видел озеро в огне, собаку в брюках на коне, на доме шляпу вместо крыши, котов, которых ловят мыши. Я видел утку и лису, что пироги пекли в лесу, как медвежонок туфли мерил и как дурак всему поверил. Ребята, какое настроение вызвала у вас эта потешка? Я думаю, что хорошее. Какие животные повстречались в данном произведении? Совершенно верно, собака, кошка, медвежонок. Молодцы, ребята. Послушайте еще одну потешку. Мама, можно искупаться? Ну, конечно же, иди. На кусты повесь одежду, а к воде не подходи. Скажите, пожалуйста, возможно ли искупаться, не подходя к воде? Конечно, нет. А сейчас мы познакомимся еще с одной английской песенкой, которую перевел Самуил Яковлевич Маршак. Откройте, пожалуйста, учебники на странице 50-51. Прочитайте ее название. Дом, который построил Джек. Я прочитаю, а вы послушайте внимательно и ответьте устно на вопросы. Но прежде чем я прочту, здесь вам встретится слово чулан. Чулан – это подсобное помещение хозяйственного назначения, предназначенное для хранения продуктов питания, длительного хранения вещей, предметов. Вот дом, который построил Джек, а это пшеница, которая в темном чулане хранится в доме, который построил Джек. А это веселая птица-синица, которая часто ворует пшеницу, которая в темном чулане хранится в доме, который построил Джек. Вот кот, который играет и ловит синицу, которая часто ворует пшеницу, которая в темном чулане хранится в доме, который построил Джек. Удалось ли вам открыть секрет этого стихотворения? Если нет, то сравните первые две строки со всеми последующими. Я думаю, вы заметили, что слова повторяются в каждой части стихотворения. Ребята, такой прием делает произведение очень необычным, увлекательным и забавным. И с каждой строчкой продолжение становится все интереснее и интереснее. Как вы думаете, почему первые строки вынесены в заглавие? Напомню, ребята, что заглавие – это название произведения. Обратите внимание, заглавие может выражать главную мысль или тему произведения. Именно поэтому эти строки стали заглавием. Итак, подведем итоги нашего урока. Сегодня на уроке мы познакомились с произведениями из книги «Рифмы матушки Гусыни», а также узнали о том, что Самуил Яковлевич Маршак и Корней Чуковский был не только писателем, но и переводчиками зарубежной поэзии. На странице 48-49 прочитайте самостоятельно песенки, которые перевел на русский язык Самуил Яковлевич Маршак. Песенку, которая показалась вам особенно смешной, запомните и расскажите родителям. Я надеюсь, вам понравились произведения. Урок окончен. Спасибо за внимание. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!